Доброе утро! Добрый день, добрый вечер! Вот я и выползла на свой огород. Уже, конечно, не утро. Что-то я заспала немножко. Хочу вам показать, сделать обзор и самой посмотреть нормально. Вот это вот чеснок. Если вы видите, засох, его нужно копать. Два рядочка, все третий, и еще один, четыре рядочка. Ой, тут морковки не видно. Надо... А где она? Аж вот она. Я думаю, вы теперь понимаете, да, почему мне не хотелось уезжать с моря. Надо траву порвать. С помидорами все нормально. Помидоры растут. Мы их делаем густые, потому что солнце, ну не знаю, вот солнце печет. Видите, навязалось помидоров достаточно, помидор. Даже если все поспеют, я не знаю, что с ними делать. Но будем делать сок. В этом году немного позже они созревают, потому что садила махонькие такие. В общем, помидоры есть. Вот, кабачки разрослись. Вот такие стали. Перцы маленькие, никакие. Перцы никакие. Что-то и кабачки, я смотрю, не очень. Он есть, надо порвать. В общем, кукуруза, смотрите, какая вымахала. И огурчики. Конечно, не очень они хорошие у нас. Ну, какие есть. Жара. Все нужно накрывать. Во все нужно влаживаться. Так как у нас консервацию не очень едят, а на салаты достаточно. Картошка, все уже картошка засохла. Нужно копать. В общем, вот такой обзорчик моего огорода. Сейчас соберу огурчики. Может, какую-то баночку закрою. Вот вам сфотосессия. Два с половиной гуся. Все живы, наполовину здоровы. Видите уже, как выросли. Смотрим. Ну что, смертельный номер. Смертельный номер оказался не смертельным. 83 200. Кило 200. Всего лишь-то. Ура! 10 часов утра. У меня завтрак. На завтрак у меня булгур. Эта каша такая. Туда добавила 100 грамм творог обезжиренный. И 20 грамм меда с одуванчиком. Я люблю и рис с творогом, и овсянку с творогом. Люблю каши с творогом. Нету сметаны, нет молока. Поэтому добавила немножко, подсластила медом с одуванчиком. Еще будет рахат лукум и просто кофе. Тут 40 грамм. Вот в этом кусочке 40 грамм. В общем, весь мой завтрак составляет 300 калорий. Там мои огурчики немного. Но это я помыла. Еще есть собрала немного. Но есть огурчиков. Закрою сегодня хоть одну баночку. Вот. Что еще вам рассказать? В общем, такой у меня завтрак. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Сейчас позавтракаю. И, наверное, пойду копать чеснок. Хотела вам показать. Где-то пропал муж. Хотела, чтобы он копнул. Хочу вам показать. И само интересно. Еще не копала. Говорили, что он какой-то двойной. А ну я попробую. При вас копнуть. И выкопать. А ну. Правду говорили, че неправду. Не вижу, что снимает солнце. Ну, видишь, он двойной. Обманули. Говорили, двойной чеснок. Обыкновенный чеснок. Вот. Головка на головке. Это, может, земля у меня такая неправильная. Нет. Обыкновенный чеснок. Обыкновенный чеснок. Ой, это я не тут копаю. Это я свой копаю. Ой, ой, ой. Это я не тут чеснок копаю. Вот елки-палки. Тоже мне. Приехала домой. О, ну все. Ну все, по-моему. Ну все. Не вырвана трава. Вот этот двойной чеснок должен быть. Тут трава не вырвана. А ну. Фокус-покус. Фокус-покус. И фокус не удался. И фокус не удался. О, ну и шо, где тут двойный чеснок. В общем, фокус не удался. Обманули меня. Обманули. А я наивная. Так полагала, что чудо чеснок посадила. Нету чуда не произошло. Ни одной нету такой головки, чтобы он был двойной. Обыкновенный чеснок. Ну что ж, покопаю, покажу, сколько получилось. Вот клубничка. Ну эту еще спасли. Слава Богу, вот этот кустик. Видите, цветет. Вот ягодки. Вот такой кустики у меня есть. Несколько таких. Хотела показать, что меня все-таки не обдурили. Это я собрала, чтобы на семена на следующий год. Может то, что я поздно посадила. А может земля. Вот видите, смотрите. Вот несколько штук было. Вот. Головка снизу. И головка сверху. И тут вот начало формироваться. Смотрите. Головка снизу. Головка сверху. Еще один такой вот. Вот. Снизу и сверху головка небольшая. Просто, если хорошая земля, то головки получаются большие. Вверху большая. Внизу большая. Вверху меньше. Но тоже они маленькие. А у меня вот так получилось. Во-первых, поздно садила. И во-вторых, у нас такая земля. Хоть и шли дожди. И вроде удобрения осыпала. Ну, не получается. Вот это я на семена отложила. Попробую еще один раз посадить. В общем, он все-таки чудо чеснок. Вот, смотрите. Вот, видите, как идет. Головка и сверху. Муж копает чеснок. Сказал, чтоб я ей шла. Не мешала. А я ей не возражаю. Потом покажу, сколько получится. Вот, выкопали чеснок. Сейчас пообрезаем хвостики и корешки. Сложим в ящик. Потом я переберу лучше на посадку. А тут будем кушать на всю зиму. Еще останется. Пришло время обедать. Начало третьего я себе приготовила на чайной ложке растительного масла. Поджарила 300 грамм кабачка. Немножко туда чесночка добавила. Когда поджарилась, посолила, как я говорю, вкусной солью. Это соль со специями. Два яйца. 50 грамм творога. Хлебушка 30 грамм. И 100 грамм помидора. Вот такой обед у меня. Обед составляет 300... Ну и 390 калорий. Ну да, 390 калорий обед. Так, всем приятного аппетита. Буду обедать. И вот такой ящичек чеснока у нас получилось. Примерно 200 штук. Я вот такой покрупнее отберу потом. Видите, какой большой. Это на посадку будет такой крупный. А помельче будем кушать. Лопух. Завтра сорву. Начну делать сок с лопуха. 6 часов вечера. Пришло время ужинать. Значит, на ужин у меня салат. Помидоры с огурцом и с крымским луком. Сметана 10% и 100 грамм филе отварное присыпано специями. Составляет калорийность 260 калорий. Был у меня перекус. В течение дня я ела сливы. Пила еще раз кофе с молоком. И кусочек рахат лукума. Я это все посчитала в перекус. Там 280. Под видео в описании напишу точнее. Сколько чего и сколько грамм. За день получилось 1230. Если уже что-то захочу, то еще что-то на 100 калорий может съем. Очень тяжело входить в ритм. Раньше я же понимаю, что если я не очень сбросила вес, это только от того, что я хоть и ела, но очень много двигалась на море. И так ходили по жаре туда-сюда. А дома немножко меньше движений. Поэтому калорийность тоже должна быть меньше. Тяжело входить в свою калорийность. Но я думаю, что все будет нормально. В общем, за день у меня пока получается 1230. Вот так прошел мой день. Всем спасибо, кто засмотрел до конца. Я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok